Таня, не только вы вспоминаете о Игоре Ивановиче, о нем вспоминают многие, я в том числе, я повторяю, он был моим хорошим другом, но в то же время Центр Ханвантари продолжает свое существование. Он мне рассказывал, на самом деле, как это было, это было очень интересно, он рассказывал один пример, вы уж не знаю, знаете, наверняка знаете, он рассказывал о том, как у него была одна пациентка, и эта пациентка, она была художницей, и она к нему пришла, она к нему периодически приходила, ну просто как к врачу, и вот как-то она один раз пришла, знаете эту историю, нет? Нет. Нет? Ну, давайте я вам расскажу, потому что это было, как бы с этого и начинался, практически с этого и начинался Центр Ханвантари. Дело в том, что кто такой был Ханвантари, это был аватар Господа, скажем, в его медицинском аспекте, если можно так выразиться, упрощенно говоря, и вот он пришел на землю как бы дать аюрведу. Аюрведа переводится как знание жизни, аюр жизнь, веда это знание, знание жизни, или просто инструкция долгой, счастливой, здоровой жизни. Но самого Центр Ханвантари, да, ну еще раз, очень достаточно упрощенно, но самого Центр Ханвантари как бы нету, естественно фотографий не было, это было, как мы поднимаем, это было достаточно давно, остались какие-то фрески, остались какие-то там отпечатки, что-то было. И он решил создать такой портрет, чтобы при входе было вот кому поклоняться, если можно так сказать. И он предложил вот этой женщине, художнице, написать такой портрет. И она взялась за это, и она начала писать портрет, и вот как-то она пришла к нему на регулярный свой осмотр, и она в каком-то была очень подавленном настроении, он спросил, что случилось, и она ему сказала о том, что у нее обнаружили опухоль мозга, опухоль злокачественная. Он как врач, он сделал все анализы, естественно, и он подтвердил этот диагноз, то есть дни, так сказать, ее были сочтены, и тут ничего нельзя было сделать, даже ему, хотя он обладал очень серьезными познаниями, к сожалению, так оно было. Но работа над картиной продолжала осуществляться, она работала над картиной, и она работала над картиной до того момента, когда она уже перестала видеть, то есть опухоль, она увеличилась, и уже она практически начала терять зрение, она практически уже потеряла зрение. Тогда оставались какие-то косметические уже доработки, и она пригласила своего друга, тоже художника, и она им руководила, то есть она не видела уже ничего, но она руководила, где и как надо было, и что надо было сделать. Вот внутреннее такое видение у нее было. И работа над картиной была закончена. После чего, поскольку он, Виктор Иванович, знал о том, что ей осталось совсем немного, он ей сказал о том, что пока оставь у себя эту картину, пускай она будет у тебя и находиться. И она у нее была, ну то есть имелось в виду, когда вот пока она живет. И вдруг начало свершаться какое-то чудо. Это было действительно. Он говорит, ну в этом можно не поверить, но я-то сам принимал в этом участие. Вдруг она появилась у него в центре. Да, появилась у него в центре. Да, и сказала, что у нее стало появляться зрение. Он говорит, этого быть не может. Ну всякое бывает, знаете, перед смертью. Он сделал анализы и с удивлением увидел, что опухоль стала уменьшаться. И этот процесс начал регрессивно, так скажем, все пошло вспять. То есть опухоль стала уменьшаться каким-то образом. Без всяких химиотерапий, без всяких радиаций она действительно стала уменьшаться. Другого объяснения абсолютно точно не было. То есть она настолько, эта художница, она настолько вошла в этот портрет, она настолько, она его представляла буквально всем своим естеством. И по-другому быть не могло. То есть она наверняка с ним соединилась на каком-то уровне энергетическом, духовном. И началось ее исцеление. Она исцелилась. И вот это была история создания этого портрета, который сейчас находится. Я не был в Санкт-Петербурге. К сожалению, не успел. Хотя у нас были какие-то проекты о том, что возможно я туда приеду. И мы должны были встретиться с Игорем Ивановичем, должны были встретиться в Индии, где я тоже там часто бываю. Причем я его точно так же направил к одному очень известному человеку, куда потом сама Татьяна поехала. Очень известный человек в Индии, пандит. И он тоже там посетил. И ему тоже было дано с ним познакомиться. Что самое интересное, я беседовал уже после смерти Игоря Ветрова, беседовал с этим пандитом, индусом. И он мне сказал, что он об этом знал. То есть он это видел, когда он с ним встретился. Он видел о том, что он должен уйти из этого мира. И это совсем скоро. И когда я ему сказал о том, что его не стало, Игоря Ветрова, он сказал, он мне спросил, это сердце? Ну, понятно, да. Я сказал сердце. Он это уже видел, хотя на эту тему, конечно, они не беседовали. Татьяна, возвращаюсь к вам. Да, мы тоже ездили к нему, и петрияки делали для Игоря Ивановича. А вообще Игорь Иванович очень хотел всегда вывести пациента, неважно, пациента, слушателя. То есть в чем его задача была? Да, вывести своего пациента, слушателя, ученика на духовный уровень. Вот, то есть помощь заключается не только в том, чтобы выписать какую-то правильную систему питания и тому подобное. То есть очень важно, чтобы слушатели, вообще люди, допустим, те, кто изучает кармическую астрологию, да, вот и ученики, прорабатывали черную луну. Как говорил Игорь Иванович, что очень-очень важно прорабатывать черную луну. Естественно, я же не могу своим пациентам начинать говорить сразу там про черную луну, а не подумать, что я какой-то ненормальный, да. И он это постепенно-постепенно, да, переводил человека на другой уровень, чтобы он медленно, но верно, делал те рекомендации, которые я ему прошу. То есть он менялся на тонкого уровня. С тонкого уровня. Вот, то есть что он делал? Он, то есть нужно было сделать, что? Чтобы пациент поверил ему, да. Для этого нужно было вывести его на уровень ремиссии. То есть состояние больного, должно улучшиться, да. Тогда пациент доверяет врачу. Далее, что он делал? Он создавал мыслеобраз выздоровления, такие элементалы. Вот, то есть он создавал вокруг человека такой вот мыслеобраз и вокруг определенного органа, да, больного. Что он тратил? Он тратил запасу жизненной энергии. То есть он отдавал свою жизненную энергию на это. Плюс специфическую энергию того или иного полугога, отвечающего за этот орган. Вот, то есть он, грубо говоря, брал кредит. Это как топливо, без которого нет выздоровления. Вот, и вот он очень много брал вот таких вот кредитов. И обидно, что, как он сам рассказывает, обидно, что не все, далеко не все соблюдали его рекомендации. И однажды было такое, что он рассказывал, что он болел раком. И очень серьезно у него уже пошли метастазы. И его учитель Гавинда Ачария из Бинареса, учитель, который передал ему искусство мармы и благословил его на передачу этого знания. Он ему говорит, ну что же, я же тебя предупреждал, ну не бери пациентов, которые там кушают мясо, не следуют своим каким-то рекомендациям. Вот, и говорит, мне пришлось после этого пересмотреть, очень жестко пересмотреть. свой подход к пациентам. Говорит, я со страдания помогала, все. Но потом я, говорит, очень жестко встал, просто так, вы кушаете мясо говядины, мясо говядин, да, ну тогда до свидания. То есть очень жестко он встал такие условия, что отказ от мяса, то есть говядину синину кушать нельзя. Там давал рекомендации, допустим, то, что он же брал кредит на выздоровление этого человека, и он просил сажать деревья, или еще каким-то другим способом, чтобы человек просто отрабатывал. Но многие люди, они думали, что за деньги можно все купить, в том числе и в здоровье, и просто тоже не следовали его рекомендациям. То же самое касается учеников. То есть он говорит, я же ведь тоже для вас как сосуд свыше, то есть я просто ретро-транслятор энергии свыше. То есть те знания, которые я вам даю, это знания, я просто пропускаю через себя, и они для каждого из нас, из вас, они очень важны, и вы должны их оживлять, вы должны работать с этим, то есть вы должны работать с тем, что я вам даю. А многие ученики тоже, они не хотят там ломать свои стереотипы, выходить за рамки своей обычной жизни. То есть он вообще говорил, что я очень много набрал кредитов, и я уже не вижу развития даже в своих учениках во многих. То есть он очень светлый. Я говорю, сколько я езжу по странам, по городам. И очень мало, там буквально в группе у нас обычно 25 человек. Буквально там может быть один-два человека реально практикуют. Вот, а остальные. Вот, и он был, конечно, очень этим засадован. И тоже после его ухода, я тоже прочувствовала, это прониклось, и мы стали организовать такие встречи учеников. Вот в Москве было несколько встреч, в Ростовке ездила, там организовала встречу учеников в Ветро. То есть он дал такую информацию, что нам нужно общаться друг с другом, и информация будет расправаться. То есть те семена, которые у нас посеял, семена знаний, они будут еще сильнее расправаться при взаимодействии друг с другом. То есть нам нужно делиться опытом, мнением, знаниями между собой. Ну, очень тяжело на самом деле людей расшевелить, очень тяжело все это дается. Ну, Таня, я хочу сказать вот, что дело в том, что мы сегодня ведем программу. Эта программа хоть и посвящена памяти или ухода Игоря Ивановича Ветрова из этой жизни, из этого мира, тем не менее, его ученики все-таки существуют, его помощники существуют. Вы один из таких людей, я один из таких людей. Центр Сангейтс на самом деле это центр, я бы сказал, не здоровья. Здоровье это второстепенно, потому что если у человека нету знаний, если у человека нету понимания своей природы, тогда и здоровье трудно получить. И вот если мы об этом сейчас говорим, и мы говорим, что есть учителя, которые дают нам эти знания, ну, тогда, дай Бог нам всем здоровья, мы так и будем функционировать, получая знания, будем здоровы. Поэтому сегодня у нас программа первая, но это не последняя программа. Мы давно уже говорим о том, что пора популяризировать эти знания. Ну, слава Богу, у нас есть такая возможность, поскольку интернет сегодня в мире существует, радио центра Сангейтс, radio.com, это и есть интернет-портал. И поскольку портал – это вход, можно сказать, в другой мир, ну, наверное, мы не сомневаемся о том, что Игорь Иванович Ветров это, можно сказать, слышит через этот портал. И хотелось бы верить о том, что к нам будет приходить все больше и больше людей и все больше и больше энергии, которые помогут это все расшевелить, и тех людей, которые хотели бы об этом узнать. Но нету возможности, поскольку, ну, мир все-таки дуальный. Есть как и позитивные вещи, так есть и негативные вещи. Есть какие-то запрещения, есть какие-то препоны ставят. Как всегда это бывает на пути светлых сил. Есть темные силы. Что делать? Они есть. Но, тем не менее, если мы все, как-то скажем, возьмемся за руки и будем работать именно в этом направлении, позитивном, ну, тогда дороги все открыты. Тем более, что мы находимся все-таки в мини-сате юги, и это радует. Поэтому, Татьяна, во-первых, большое спасибо вам за то, что вы поделились с нашими радиослушателями, то вашими контактами, вашим знакомством с Игорем Ветровым и его проектами. И повторяю, это только начало, и мы будем, конечно же, разговаривать и будем периодически встречаться на волнах, в данном случае, Сангейтс Рэддио. Пожалуйста, вы можете, повторяю, нас найти на Facebook. Это Сангейтс Рэддио. Сангейтс – это солнечный оборот. На самом деле, на конце только буква «С». Сангейтс Рэддио. Вы можете нас найти и на YouTube. Если вы откроете YouTube.com, а потом наберете Сангейтс Рэддио, то тогда вы тоже там это увидите. И в том числе вы увидите наши записи с Игорем Ветровым, которые мы с ним вместе ввели на волнах. Тогда это было только радио и только, соответственно, аудиоформат. Сегодня мы это даже записываем в видеоформате, поэтому есть там и видео какие-то программы. Все это вы можете увидеть. Ну и еще раз пишите нам и на Facebook, и есть блок у нас, секция блок на сангейтсрэддио.ком, где вы можете оставить свои замечания и свои предложения. Таня, большое спасибо вам. Спасибо. Удачи во всех продолжениях наследия. Вы ведете это все как и тогда, так и сейчас ведете это только на пользу всем нам, которые понимают, что это для всех как раз людей, которые живущих сегодня. Еще раз большое спасибо и до новых встреч. Всего доброго. Процветания вам. До новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова